Продолжение следует... Как раз в тему стирки. Очень вкусное мороженое. Брала у нас 5у5. Там есть такой рожок и вот такой обычный на палочке. Что рожок вкусный именно с самым мороженым. Шоколад здесь, конечно, дубовый какой-то. Прям жесткий. Но с самого мороженого... Прям вкус из детства. Смотрите, что я вам покажу. Это такая штука, которая записывает онлайн. Мелодию. Вы нажимаете на кнопочки вот эти вот. Всякие типа. Ц, В, Б, Н, М. Каждая кнопка имеет свой звук. И после этого, как вы нажимаете, вот это устройство запоминает, их считывает и проигрывает. В общем, это так прикольно. Я только что сделала мелодию одну. Сейчас вам проиграю ее. Ссылку оставлю на эту фишку в описании. Попробуйте сами. Очень такая увлекательная, интересная штучка. Да, здесь еще такая фишка. Можно делиться своими достижениями в музыке. Так сказать. Берете, нажимаете сюда. Вот здесь вот. Share написано. Нажимаете. Вот ссылка. Есть кнопка. Копи. Нажимаете. И, соответственно, копируете, к примеру, вот в отдельную строку адресную. И люди могут слышать вашу мелодию. Можете отсылать кому угодно. Так что создавайте свои мелодии, делитесь ими со мной, либо между собой делитесь. Блин, я так что-то подзависла. В общем, надо как-то растормозиться. Я последнее время, как приехала в Воронеж, сижу на правильном питании. Ну, как на правильном? На довольно-таки нормальном питании. По крайней мере, без пива, рыбы и всего остального. Кстати, да, пиво я пью не так, как вы думаете, что я вместо еды его употребляю. Нет. Я пиво пью для удовольствия. Я просто очень люблю пиво. И это, знаете, еще из детства идет, когда... Нет, это не детский алкоголизм. Просто у многих, я уверена, было такое, что кого-то дедушка, либо папа брал с собой в пивнушку. Брали тогда все в трехлитровых банках это пиво. Меня с собой брал папа. Не помню, с какого периода в детстве он мне начал давать пиво. Просто попробовать. И вот с того времени я просто ценитель пива. Ну, может быть, прям не рьяный ценитель, но я очень люблю пиво. Не о том, как бы, тема. Я снова втягиваюсь в нормальный режим. И хотела сказать, что уезжая вообще с Анапы, я там взвешивалась в спортзале, я весила 55 килограмм. В Геленджике я уже более-менее меньше стала весить, потому что я уже, опять же, не так пива много пила. Как-то уже все сходило на нет, потому что отдых подходил к концу. Так вот, я приехала сюда, я весила, если не соврать, что-то 53 килограмма, по-моему. И вот буквально недавно я заметила, что мой вес сдвинулся. Я, кстати, купила весы. Так, и цифра у нас... Я надеюсь, вам было видно. Потому что я с этим отворотным поломанным экраном я не вижу, что я вам показываю. У меня не цель похудеть. Я, наоборот, хочу остановиться на 50 килограммах, потому что, когда я вешу меньше, получается я такая высохшая. Нет рельефа. Чтобы добиться рельефа, нужно массу поднабрать. Но, опять же, набирая массу, ты потом садишься на сушку, так сказать, не такую сушку, как у бодибилдеров, а такую щадящую, именно здоровую сушку. Получается, что все равно я как-то высыхаю. И мне нравилось раньше это. Именно эффект, как я тренировалась и как я выглядела. Сейчас у меня вкусы поменялись. И я сейчас люблю такое вот насыщенное, вкусно выглядящее тело, которое прям сочное такое, да. Чтобы и булочки там были такие сочные выглядели. И пресс прям не перекачанный, не закачанный, а просто ровный живот. Не плоский. Плоский это просто худоба. Я этого могу добиться, нефиг делать, в два счета. А вот именно немножко подкачанный и ровный живот. Вот этого как раз таки тяжело добиться, чтобы он тоже сочно выглядел, чтобы ручки были и плечи подкачаны немножко. Для этого нужно стараться что-то делать. Кстати, у меня вопрос к вам. Как вы? Поддерживаете себя в форме? Или может быть вы вообще не паритесь? И если поддерживаете, то как вы это делаете? Чему вы следуете? Может быть какие-то тренировки посоветуете? Может быть не диету, а какие-то блюда посоветуете? Которые, допустим, не калорийные, а в которых больше белка. Я как-то говорила вам в своей камере, что у меня с ней немножко возникли проблемы. У кого, конечно, какие запросы, но она меня вполне устраивает. Хотела заказать другую камеру. И не какую-то навороченную, а тоже бюджетного варианта. Похожую на Allegrium mini. В общем, я вставлю фотографию, как она выглядит. Чуть не заказала через интернет. Интернет-магазин, который непонятный какой-то. Реджит, что-то как-то так называется. Я подпишу обязательно здесь название этого сайта. Не доверяйте тому сайту. Оплата была не онлайн, допустим, картой, либо через какой-то там Kiwi автомат, а именно в банке нужно положить на их счет. Оплаты при доставке нет. И я решила почитать все-таки, что это за сайт. Как только я вбила, блин, в поисковике это название, вылезло столько отзывов, причем негативных. Поэтому я не рекомендую через этот сайт вообще что-либо заказывать. И я очень рада, что я прислушалась к человеку, который меня отговаривал от этой идеи заказать что-то через их сайт. Я так расстроилась сначала, потому что эта камера, она очень редко появляется в интернет-магазинах, а в обычных, так тем более, она не появляется никогда. В общем, короче, я была очень расстроена, потому что камера мне очень понравилась. Сейчас она меня устраивает по всем параметрам. Наконец-то у меня зарядилась камера. Ой, в общем, короче, я снова монтирую видео. Вернее, одно уже выкладываю, заливаю на YouTube. У меня в голове не укладывается, что интересного в моих видео. Если есть что-то конкретное, то пишите, чтобы я хотя бы просто знала, что же вас интересует. Ну, а я сегодня собираюсь в кино и пойду на фильм «И гаснет свет». Хотела сходить на Стартрек, и очень хочу, и очень пойду на него. Но когда увидела в рекламе «И гаснет свет» от создателей заклятия, я просто аж затряслась. Я когда трейлеры к таким фильмам смотрю, я обычно смотрю их до половины где-то. Трейлер к фильму «И гаснет свет» я посмотрела буквально, ну, если не соврать, несколько секунд, до момента, где написали от создателей заклятия, когда девушка вот это вот включала, выключала свет, там стояла тень вот эта вот. И я просто выключила трейлер, потому что дальше не имеет смысла смотреть. В основном во всех трейлерах показывают саму суть, потом уже смотреть не очень интересно. Трейлеры — это просто как спойлер своего рода. Нужно сделать педикюр, но мне так лень. Особо, я думаю, не видно, да? Так, издалека, какие они. Но у меня уже здесь отросло изрядно, и это видно, и подстричь ногти нужно. Кстати, хотите лайфхак? Я давным-давно вывела для себя такую фишку, подстригать ногти в ванной. Тогда не нужно корячиться, придерживать эти ноготки, чтобы они не отстреливали. Куча заморочек, куча геморроя, а в ванну ты приходишь, либо в душевую кабинку, неважно у кого что, ставишь на бортик ногу, и хренячишь вовсю. Они отлетают, и все равно в ванну падают. Потом смыл водой это все. Чистота! Не нужно бегать по квартире, собирать эти ногти. Смотрю шапика. Запостила в Инстаграм свой шедевр обеденный. Сейчас буду это все трепать. И не прошло 3 года, как я сделала педикюр. В пассаже есть островок. Пассаж, он находится напротив цирка. У нас недалеко от центра, там по Кирово. И вот там, в островке, я узнала цену. Хотела просто сделать педикюр не сама, а чтобы мне сделали, потому что мне было лень, и не было особо времени. Начиная с 13 лет, я сама себе делаю и маникюр, и педикюр. В основном, вот с 13 лет, я делаю все сама. Так вот, в пассаже педикюр стоит что-то 950 или что-то 990 рублей. Ну, короче, 1000 рублей стоит сделать педикюр. Это с покраской, с чисткой, со всем уходом. Как сама процедура, я не знаю, потому что я не рискнула за такие деньги делать ее. Мне дешевле сделать самой. Просто вот саму себя взять в кулак и сделать как бы. Но за такую стоимость я просто даже, может быть, когда-нибудь, но, блин, мне просто жаба давит, такое бабло отдавать. Не обращайте внимания на вот это. Так как нам машинку так и не установили, то стираю руками, поэтому так и живем. Ходила все-таки вчера на фильм «И гаснет свет». Мне очень понравился. Смотрела до этого фильм «Дома». «Сомния» называется, тоже очень советую. Я, кстати, очень часто мимо него проходила, именно в интернете. Давайте как-нибудь так сяду, чтобы не было видно моих постерушек. И мне все время казалось, что я его начинала смотреть, но он мне не понравился. Очень страшно. Не то чтобы очень, но вот впечатляли некоторые моменты, и в целом фильм понравился. «Сомнию» и фильм «И гаснет свет» я советую. Посмотрите обязательно. Мне кажется, вот «И гаснет свет» на большом экране хорошо его смотреть, потому что вот эти все звуки, там был один момент, когда вот, не буду спойлить, короче, получается вот эти звуки, они где-то так отдаленно, что мне показалось, что это соседи что-то жрут. И я еще повернулась к ним, отвлеклась от фильма, смотрю, блин, думаю, что там можно, чем там можно шуршать таким, блин? А потом понимаю, и у меня аж мурашки по коже от того, что я поняла, что это звуки какие-то. Круто сняли, довольна осталась. Кстати, ходили мы на этот фильм в ГЧ, у нас галерея Чижова в Воронеже. Вот скажите мне, вот кто смотрит меня, может быть, еще остались те люди, которые именно из Воронежа? Какой кинотеатр именно вам нравится? Именно внутри, обслуживание, сама атмосфера, была юность в Граде, и вот в ГЧ я была. Вот из этих всех трех мне ГЧ больше нравится. По расположению он недалеко от центра, по обслуживанию мне нравятся залы, попкорн там вкусный. Люблю попкорн не вот обычную воздушную подушечку, а именно люблю, когда он прям засахаренный такой, прям аж сладкий. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok